Это город С, меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Вода основа нашего организма самое важное для жизни неорганическое соединение. Человек примерно на 65 процентов состоит из воды. Какую воду мы пьем на самом деле? На что нужно обращать внимание, когда мы покупаем воду? В нашей студии Константин Швайкин, директор группы компании «Родниковый источник», которая уже 10 лет обеспечивает жителей Самары качественной и при этом доступной питьевой водой. Константин, здравствуйте, рад вас видеть. Добрый день. Ну и для начала предлагаю общаться на «ты», потому что, в общем-то, не секрет, что мы давно знакомы и, наверное, так будет проще. Да, согласен. Если не против. Константин, сейчас о питьевой воде говорят очень много, очень большой объем информации идет на людей. Вот с точки зрения человека, который 10 лет уже занимается этой работой. Что такое хорошая питьевая вода для повседневной жизни человека? Ну, в первую очередь, конечно же, это вода, которая должна соответствовать санитарным требованиям, санитарным нормативам по своему химическому, а также микробиологическому составу. Ну, а дальше уже идет процесс такой, то есть именно комбинация вот этих микроэлементов в этой воде определяет вкус, ну и, конечно же, ее полезность, потому что мы все понимаем, что вода, которая дистиллированная, которая пустая, без минералов, она даже запрещена к использованию человеком. Ну, для понимания ее, кстати, в аккумуляторы добавляют, да, то есть она, она на самом деле техническая вода. Поэтому, если мы говорим о столовой воде, то это именно комбинации со страв микроэлементов. Сейчас у покупателя воды глаза буквально разбегаются. Вот чем отличается вода, которая сегодня предлагается в различных местах с точки зрения технологии ее получения и технологии ее продаж? И почему, на твой взгляд, это важно знать сегодня, ну, обычному покупателю? Ну, скажем так, рынок воды сейчас имитируется по нескольким позициям. Ну, во-первых, это тот классический старый способ, это покупка воды в магазине. Бутилированная, там, 0,5-1,5-5-литровая. Ну, следующее, это доставка воды населению в квартиры. Это 19-литровые бутыли, которые привозят производители или те, кто распространяет эту воду. Третий вариант – это те панели, которых сейчас тоже много по городу, которые тоже продают, скажем так, фильтрованную водопроводную воду. Ну, и последний вариант – это то, чем мы занимаемся уже 10 лет. Это вода через продажи чистой питьевой воды через сеть фирменных киосков Родникового источника. Это та вода, которую мы добиваем на своих скважинах, сами мы ее перерабатываем, также доставляем свои точки продаж и дальше продаем. То есть у нас полностью замкнутый цикл от добычи до реализации потребителя. То есть я правильно понимаю, что вы на сегодняшний день воду с помощью панелей, например, или в бутылках вообще не продаете? Панелями мы где-то год назад, в связи с тем, что очень много заявок по городу, чтобы установить киоско-родниковый источник. Но есть определенные технические требования. Это чтобы мог подъехать КАМАЗ, газель промывочная, где-то невозможность подключения электрических хитей. И мы для себя решили попробовать установить несколько панелей в таких точках и начать с ними работать. То есть это была на самом деле такая вот проба пера? Да, проба. Что это такое изнутри? Мы установили две панели, но столкнулись просто с большим количеством определенных сложностей. Ну, во-первых, по санитарным и правилам, которые действуют на территории городского округа Самара, размещение панелей ближе, чем 20 метров от окон жилых домов запрещено. Окон жилых домов? Да, окон. То есть по большому счету получается, прошу прощения, что прерываю, то есть что во дворе разместить панель, но с точки зрения закона весьма непросто. Ну да. Дальше любая установка, которая вешается, это так называемый водомат, панель на дом, она должна быть зарегистрирована в государственных органах, потому что это фильтр, и это вода, то, что необходимо, и то, что употребляет потребитель повседневной жизни. И регистрация этой установки подразумевает собой программу производственного контроля, то есть это определенная сдача анализов. Это производственного контроля именно внутри предприятия? Да, именно внутри предприятия. То есть на каждой... Это внутри корпоративная программа производственного контроля должна быть? Да, должна, так как мы регистрируем каждую. То есть каждая панель, которая вешается, должна быть зарегистрирована в государственных органах. А дальше уже идет процесс, она должна проходить проверки. Это постоянная сдача анализа с этих панелей. Но это тоже, скажем так, полбеды решаемо. Но проблема здесь заключается в чем? Любая панель, это оборудование врезается в ту систему дома, в тот самый стояк, которым пользуются жители дома. И в случае, мы сами знаем, что часто бывают такие ситуации, когда кому-то нужно поменять батарею, кому-то нужно поменять кран в доме. И для этого вода сливается с системы, происходит замена и потом заполняется. И ни для кого не секрет, что первые, наверное, час-полтора после этого вода идет из крана ржавая. Ну, скажем так, загрязненные более сильно. Да. А любое оборудование, которое вешается на панель, это в основном осматические установки. То есть это фильтры? Это фильтры. Осматические фильтры, которые, скажем так, очень тяжелые в настройках. Это очень узкий круг специалистов, который настраивает этот осмос. Если, конечно же, там внутри не стоит какой-нибудь барьер, но любой барьер, это тоже... То есть более простой фильтр, более премиционный. Да, более простой фильтр, который может любой гражданин разместить у себя дома и пить фильтрованную воду. И вот эта вся вода, скажем так, не совсем чистая, попадает в этот фильтр. И что происходит на выходе, ну, уследить за этим просто невозможно. Так как мы предъявляем очень высокие требования качества той воды, которую мы продаем, мы не можем обеспечить людей тем качеством, к которому они привыкли именно воды. С помощью панелей вот. Да, с помощью именно панелей. Поэтому мы приняли решение отказаться от этого, и сейчас мы занимаемся только продажей чистой воды через сеть киосков своих фирменов. Я правильно понимаю, что вот на самом деле большинство воды, которая продается на сегодняшний день, так или иначе, она проходит систему фильтрации, на самом деле. Ну, в той или иной степени, по той или иной технологии, как правило, вот осмос, то, о чем вы говорили. Ну, мы отказались от осмоса, мы не пользуемся... А почему, кстати, с ней секрет? Ну, скажем так, 99% воды, которая производится производителями на территории Российской Федерации, это вся осмосированная вода. Что такое осмосированная вода? Осмосированная вода, это та вода, которая проходит через установку, то есть это сначала она доводится до дистиллированной, и потом методом впрыскивания исходной воды доводится до требований санпина для питьевой воды. То есть ее сначала полностью убили, и потом добавками добавили. Нам повезло, на территории Самарской области мы 10 лет назад нашли ту скважину, которая позволяет добывать ту воду питьевую, которая соответствует санпину, без осматической установки. То есть вам это не надо? Нам это не надо. И вода, которую мы продаем через сеть киосков, это та самая природная вода, которая по своему составу химических элементов, по вкусу, именно то, что создано по-хорошему самой природой. И вот это попадает в нашу сеть. Мы с водой делаем минимально, мы от мехпримещей очищаем и чуть-чуть уменьшаем жесткость, потому что, ну именно минерализация, потому что, ну у нас такая проблема, как накипь на чайниках, ее никто не снимал, и если минерализация очень большая, то, хотя опять она соответствует санпину, то через какое-то время, там через месяц, через неделю на чайнике может образовываться накипь. И вот чтобы таких процессов... Кому-то это может не понравиться. Да, кому-то это не понравится. Хотя это именно говорит о том, что вода не пустая, она с минералами. Да, она не минеральная, конечно, потому что минеральную нельзя употреблять каждый день. Каждый день, да. Это на самом деле лечебная вода. Но именно, да, но именно, вы поймите, минерал, минералы, это тот вкус воды, в первую очередь. И чтобы вода была вкусная, конечно же, требуется, чтобы как можно меньше было с ней каких-то манипуляций производилось. Вот этим мы и занимаемся. То есть у нас первая скважина, которая была в Курумыче, это вот именно природная питьевая вода. Дальше, следующая скважина, которая у нас в Молгачах, мы тоже ее искали порядка трех лет, чтобы она соответствовала тем требованиям, чтобы она была именно природной, чтобы она не проходила через осмос и соответствовала санпину для питьевой воды. А требования какие? Там чего не должно быть? Ой, ну, что такое санпина? Что должно быть и чего быть не должно. Нет, ну там очень большой перечень, то есть полный химический анализ. Я сейчас даже не к воде, а к самой скважине. То есть вот где она должна располагаться, чтобы там было все хорошо? Ну, опять же. Ты говоришь, три года искали. Да, три года искали. Вроде бы не так сложно, а вот три года целых. Причем это же покупалась земля, это же деньги тоже. Ну, мы сейчас тоже, например, у нас в Самаре не так развита, в других регионах, мы с коллегами общаемся, очень развиты, например, источники, которые в лесу, вот источники, из которых люди набирают воду, пьют и тоже считают, что она вот природная, действительно с недр. Но мы должны понимать, что с нашей экологией современной, может быть, там 50 лет назад, 30 лет назад, это была одна ситуация, сейчас она немножко другая. И вода даже из недр земли, которая проходит через верхний слой земли, который, ну, не совсем экологически чистый. Который мог за это время испачкаться. Да, конечно же. То есть это не есть хорошо, и нельзя сказать, что вода из источников, она вот является чистой, там, полезной и тому подобное. Поэтому один из главных критериев, который мы пытались соблюсти в этой ситуации, это, чтобы это был экологически чистый район, чтобы вокруг не было никаких производств. Ну, вот, например, то, что у нас сейчас, это там сосновый бор вокруг птиц, никаких предприятий за городом. Никаких свалок. Никаких свалок за городом. И поэтому, ну, и опять же, тоже глубина скважины, которая, то есть скважина может и 300 метров быть, там, и 20 метров. Ну, то есть вот та, мы нашли ту золотую середину, то есть те же наши скважины 70 метров, это та самая вода, которая не требует осмоса, которая имеет вкус, которая полезна, и которую мы продаем через свою сеть киосков. Константин, на что нужно обращать внимание обычному человеку, вот, когда он покупает воду на разлив, ну, в том или ином месте? Сейчас неважно, на самом деле, даже родниковый источник, вообще просто на что обратить внимание? Ну, скажем так, тема киосков и продажи воды через сеть киосков сейчас очень развита в России, в очень многих регионах присутствуют те или иные компании, которые этим занимаются. Но мы должны понимать, что у нас в первую очередь есть определенные правила торговли. То есть здесь то же самое, как вот в обычном магазине, есть определенные требования? Да, конечно. То есть эти требования, то есть на любом киоске должен быть размещен А, это тот, кто продает. То есть название юрлица? Юрлица. Дальше. Идет, так как это вода, должен быть, опять же, номер лицензии, если это технические условия, вода, номер технических условий, и минимальный химический состав воды, чтобы люди понимали, что они пьют, потому что у нас есть, например, категория определенных граждан, кому там щелочная вода какая-то запрещена, там, ну, с точки зрения медицинских каких-то показаний. Поэтому это тот минимальный уровень требований, который должен быть расположен на киоске. Адрес, юридический телефон, контактный должен там быть? Конечно же, так же, так как в киоске могут быть определенные моменты, то есть если это автоматический киоск, то могут какие-то проблемы возникнуть с технические, телефону, но это, опять же, если мы указываем юридическое лицо, то телефон там обязательно. Телефон именно юридического лица? Или, опять же, то есть здесь, если есть компания диспетчерская служба, то, конечно же, телефон диспетчерской службы. Если нет, то, по крайней мере, тот, с кем можно связаться и либо получить какую-то консультацию, либо задать какие-то вопросы. Ну, то есть, по-русски говоря, простым языком, эта компания должна быть прозрачной и доступной? Да, конечно. То есть у нее можно позвонить? Ну, конечно, вы должны понимать, что вы покупаете. Понимаете, если, то есть это киоск с водой, откуда вода? То есть это те минимальные требования, то есть любой покупатель, который подходит к киоску, он должен видеть, что он покупает. И у кого? И у кого он покупает, да. То есть если это не указывается, то это уже определенный вопрос, почему. То есть это, по-моему, элементарные требования. Любой, кто занимается водой. То есть это повод задуматься? Да, задуматься над тем, откуда эта вода и вообще, что это такое, и вообще вода ли это. Ну да, кстати, хороший вопрос. Константин, вот в ваших киосках вы пластиковые емкости используете для хранения воды, которая потом наливается. Потому что можно ее добыть, можно ее там очистить минимально, вот как делаете вы, а затем привезти, и вот где она хранится до того момента, пока, так сказать, ее не купят. У вас есть чего? Ну, я 10 лет занимаюсь развитием сети «Родниковый источник», являюсь, ну скажем так, категорическим противником любого пластика в использовании, в сочетании ее с водой. Я, наверное, еще из того поколения, ну я, наверное, тоже еще запомню те времена, когда у нас были пластиковые канистры, которые мы, например, наливали воду, ехали на дачу, либо там на рыбалку, либо куда-то на природе. И если только мы забывали эту канистру поставить в тенек, и она оставалась на солнце какое-то время, после того, как крышечку открываешь, оттуда шел, хотя это пищевой пластик. — Причем это еще был пластик тех времен, когда очень жестко соблюдали стандарты. — Да, 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 да. И запах, который идет оттуда, ну он, так скажем так, очень неприятен с точки зрения даже употребления этой воды. Поэтому все, с чем соприкасается вода, это те же самые КАМАЗы, которые перевозят воду «Родникового источника». Это те же самые киоски. Везде используется пищевая нержавейка. Да, много сейчас на рынке предложений. Наши даже производители, у кого мы покупаем киоски, нам предлагают использование пластиковых бочек. Это удешевляет раза в три-четыре сам киоск и само изготовление, и упрощает весь процесс. Но это наш принцип. Мы никогда в ущерб качеству не будем заниматься снижением, скажем так, своих затрат. Поэтому это обязательно, это наше жесткое условие, что киоск «Родниковый источник» — это только пищевая нержавейка. И те же самые КАМАЗы, те же самые емкости для перевоза со скважины в киоск воды, это то же самое пищевая нержавейка. А сколько КАМАЗов? На данный момент это 9 машин специализированных и 5 прицепов к ним. То есть каждый КАМАЗ — это 12-13 тонн воды, и прицеп — это тоже 9 тонн. — А как не замерзает, кстати, вода? Мне всегда было интересно. Я покупаю воду вашей компании на «Металлурге» уже, ну не соврать, года 4 как минимум. У меня родственники там живут, и они большие любители. Вот всегда интересно было, почему зимой не мерзнет. Ну вот сам киоск так внешне выглядит очень просто со стороны, что вроде ничего такого сложного, такая конструкция вроде. Но внутри это, скажем так, не очень простой механизм, то есть начиная от той автоматики, если это автоматическая панель с точки зрения продажи воды, заканчивает тем, что сверху вот эта емкость — это по-хорошему термос. Поэтому этот термос позволяет летом, чтобы вода была прохладной, а зимой, чтобы она не замерзала. И вот благодаря этому термосу получается такой эффект. Также внутри стоит специальная автоматическая моющая головка, благодаря которой мы осуществляем промывку этих киосков согласно той программе производственного контроля, которая у нас существует на предприятии именно по продаже воды именно через киоски. Не как производителя, а как через киоски. То есть это все вот снаружи выглядит как-то вроде может быть просто, но внутри это очень сложный механизм. То есть многие могут подумать, что на самом деле простой бизнес, там воду получил, привез и разлил. Но то, что на предприятии, то есть опять же, мы являемся в одном лице и производителем воды, и продавцом воды, у нас есть и программа производственного контроля как производитель воды, и программа производственного контроля как продавец воды. Это две разных программы, которые мы следим постоянно, то есть у нас договора с советским СЭС, мы постоянно возим анализы каждую неделю и со скважины, и из киосков, то есть этот процесс, может быть, кому-то покажется, ну вот что такого, ну взял воду, привез ее, или купил воды где-то, привез, залил в киоск, продал, и вот такое ощущение, что это бизнес, как автомат такой по производству денег. Нет, это очень сложный процесс, то есть если ко всему этому бизнесу относиться, во-первых, правильно, по закону, соблюдая все нормы, это очень сложный процесс, и даже мы не вот такие там какие-то умные очень. Постоянно учимся. Ну даже не то, что постоянно учимся, мы когда запускались, нас консультировали казанские коллеги, где этот бизнес уже на тот момент три года как существовал. Константин, предлагаю сделать паузу, посмотреть сюжет, затем продолжим нашу беседу. Из экологически чистого уголка Самары к каждому дому, к каждой семье, питьевая вода родниковый источник добывается лишь в местах далеких от вредных химических предприятий на глубине 70 метров. Ведь только на этом расстоянии возможен забор настоящей артезианской воды. Сначала вода проходит через фильтр грубой очистки, затем подвергается ионному обмену, смягчается и обеззараживается ультрафиолетом. В итоге мы получаем совершенно безопасную, вкусную, а самое главное живую и полезную для здоровья воду. Добытая в экозоне вода богата кальцием, магнием и калием, сульфатами и хлоридами. Потерять полезные микроэлементы из-за дистилляции значит лишить природных свойств. Поэтому осмосу, так называется и популярная система очистки, здесь, говорят, категорическое нет. Это убивает не только вредные, но и полезные вещества, а они нам нужны. На предприятии, естественно, разработана и утверждена программа производственного контроля, согласно которому на каждом этапе по добыче, по водозабору, по реализации воды в розничную сеть происходит отбор проб. У нас вода, она соответствует всем микробиологическим, органолептическим, химическим свойствам. Пробы отбираются постоянно, каждую неделю, на этапах, то есть на самой скважине и в киосках. Пить воду из-под крана сегодня молвитон. Не тот вкус, да и свойства совсем другие. У фирменных киосков родниковый источник все больше поклонников. Кто-то приходит с личной тарой, нет своей или забыл, можно приобрести на месте. Пью 8 лет, вода нормальная, мы с нее готовим, все делаем, все приготовим. Число новых киосков в регионе ежегодно растет. Сегодня их уже 327, но это непредельное число. Пятитонный бак хранилища создан по принципу термоса. За счет теплоизоляции вода в нем остается прохладной летом и не замерзает зимой. Согласно программе производственного контроля, резервуары для воды и цистерны водовозов регулярно подвергаются очистке. Таковы требования СС, таков принцип компании. Родниковый источник – чистая питьевая вода. Константин, вот мы посмотрели сюжет. 10 лет компания поставляет людям питьевую воду. Ты уже сказал о том, что вы три года искали вторую скважину. А вот первая скважина как появилась и почему вы выбрали именно то место, почему там вода хорошая? Ну, скажем так, с первой скважины нам повезло. Это опять определенная случайность. Нас те же консультировали казанские коллеги, которые занимались этим бизнесом уже несколько лет. И когда мы им предложили несколько скважин на выбор, то есть с точки зрения водоподготовки, которая у них присутствует в том же Татарстане, предложили несколько вариантов воды, они выбрали эту пробу. Да, то есть показали им анализы, они сказали, что, ребята, ну вот можно мы приедем сами, собственно, ручно наберем воду из скважины, потому что, ну вот согласно вот этому анализу, это вот как раз та самая вода, которая не требует осмоса. У нас в Татарстане такой воды нет. То есть у них там нет таких на самом деле скважин? Да, нет. То есть у них таких скважин, по крайней мере вокруг той же Казани, то есть близлежащих, чтобы это можно было доставлять близко и быстро, у них такого нет. Они сами приехали на скважину, сами взяли анализ, отвезли в СЭС, и уже после этого, ну скажем так, была разработана вот та самая минимальная водоподготовка, которая требуется именно для той воды, которую сейчас мы продаем через сеть киосков. А так, по-хорошему, это бывшее здание, то есть та вода, та скважина, которая в Курумыче, это бывшее здание хлебопекарни. Мы все знаем, что в наши далекие времена, времена Советского Союза, любое здание хлебопекарни – это стратегический объект, который в случае какой-то ситуации должно быть обеспечено своей скважиной и работать автономно. То есть эта вода шла для производства хлеба? Хлеба, да, в те времена. – Собственно говоря, после этого можно дальше не продолжать, то есть она была идеальная, из нее уже лучше ее можно, может быть, и не сделаешь. – И поэтому нам было очень сложно под такое качество воды подобрать и вторую скважину, которая у нас находится в Молгачах. Тоже мы очень много, я проездил, скажем так, лесов, полей Самарской области до того, как мы нашли вот это место. И здесь мы через определенное время пробурили, то есть здесь, если до этого у нас была готовая скважина, то в Молгачах мы прошли полностью путь от бурения, анализы, получения лицензии, и после этого ввода в эксплуатацию той самой скважины. – Можно получить хороший продукт, но вот в процессе доставки где-то может, ну, скажем так, его можно использовать, испортить. Вот как у вас выстроена система внутреннего контроля и внутренней проверки качества, чтобы она от места доставки и до места разлива всегда была хорошей, чтобы, ну, чтобы не испачкалась? – Ну, опять же, тот же любой производитель, то есть еще раз говорю, мы хочу напомнить, что мы и производитель воды, мы и продавец воды, то есть в одном лице. То есть у нас разработаны на предприятии две программы производственного контроля. Одна – это по производству воды, и вторая – по продаже воды. Это программа производственного контроля, которая согласовывается в СЭС. – А, вот так вот? – Да, то есть обязательно согласовывается. То есть там получается определенные технические условия, согласно которым она добывается. И дальше уже идет процесс отслеживания, то есть мы работаем четко по этой программе, которая нам согласовалась. Это определенная очередность анализов, которые мы сдаем со скважины, с каждой партией, с каждого киоска. Опять же, в эту программу производственного контроля входит именно количество промывок киосков, промывок той же техники, в которой мы переводим, тех же КАМАЗов. А как часто промываете технику и промываете киоски? Ну, согласно программу производственного контроля, мы КАМАЗы промываем раз в месяц, то же самое относится и к киоскам. Чтобы было понятно, на данный момент это 327 киосков на территории Самарской области. Это охватывающий город Самара, Новокубишевск, Кенель, Чапаевск, ну и там близлежащие населенные пункты. Ну, если это перевести, что каждый киоск нужно мыть раз в месяц, то есть у меня служба каждый день моет определенное количество киосков. То есть это процесс непрерывный? Да, это процесс непрерывный, это постоянно, то есть еще раз говорю, то есть это не вот купил, продал. Это очень сложный процесс, это вода. А вода это живой организм и, ну, по-хорошему, как ты вначале сказал, наш организм до 60% состоит из воды. И, конечно же, самое главное, чтобы, и что хотелось бы пожелать жителям нашего города и нашей области, чтобы эта вода была чистая. Чтобы организм был чистым. Вот ты сказал, что вы регулярно отдаете воду на контроль, то есть из каждой партии, дальше, значит, и так далее, и так далее. А кроме вот этого, кто вас еще проверяет? Ну, за, так как мы являемся производителем воды, нас, как производителя воды, периодически проверяет Роспотребнадзор. То есть они еще тоже к вам имеют отношение? Конечно, то есть они приезжают к нам, ну, вот за 10 лет нас, как лицензий задержателя, уже дважды проверялся Роспотребнадзор, как лицензий задержателя. Дальше мы, у нас есть сертификат на воду, который мы каждый год в центре сертификации подтверждаем. То же самое, мы привозим воду в центр сертификации и в итоге, то есть нас проверяют по качеству воды, и после этого мы получаем сертификат, который действует год. Через год процедура повторяется. И в этом ваше отличие. А, кстати, вот насколько это вообще, ну, часто встречается, когда одна компания добывает воду и продает ее? Вот ты подчеркнул просто этот момент, я так понял, это важный деталь. Ну, я могу сказать, что на территории Самарской области это эксклюзив. То есть вы одни? Да, мы одни, кто занимается полным циклом. Нам очень часто обращаются бизнесмены с предложением, там, что они купят киоск, а мы будем привозить им воду. Мы не работаем по таким схемам, мы не отдаем никому франшизу, потому что это качество, за которое должен отвечать один человек. Потому что мы можем привезти качественную воду, а что с ней будет дальше, мы не знаем. Ее могут испортить? Конечно же. Поэтому полностью, еще раз говорю, с момента контроля, с момента производства до момента реализации и до момента попадания этой воды в тару покупателя. Осталось две минуты. Какие планы у компании? 327 киосков. Вот что дальше? Где еще появитесь? Ну, 10 лет. За 10 лет мы доросли до такой красивой цифры. 327. Я могу сказать, что, зная рынок всей Российской Федерации и регионов, мы часто общаемся между собой. Но, по-хорошему, преодолев барьер 300 киосков, мы являемся сейчас крупнейшей компанией в России по реализации воды через сеть фирменных киосков. Планы большие. Но, опять же, если нам бы в прошлом ноябре кто-то бы сказал, что у нас весь мир будет ходить в масках, мы бы, наверное, посмеялись. Однако это есть. Да, однако это есть. План такой, что мы хотим на следующий год достигнуть цифры в 400 киосков. Мы хотим, наконец-то, выйти в тот для нас немножко злосчастный регион, как Тольятти. Постоянно у нас выход в Тольятти попадает на какие-то либо экономические кризисы в стране. В этом году мы тоже хотели выйти в Тольятти. Тут пандемия нас немножко подкосила. То есть на следующий год это Тольятти и доведение общей сети до 400 киосков. А где вы сейчас есть, кроме Самары? Самара, Новокуйбышевск, Кинель, Чапаевск, ну и близлежащие населенные пункты, поселки. То есть там, мы можем, там, Волгария, Южный город. Красная Глинка. Да, Красный Глинка. Ну, Красный Глинка – это город по-хорошему. Все-таки, там, тот же мехзавод. То есть мы стараемся именно с точки зрения размещения в тех районах, с точки зрения логистики доставки воды со скважины в киоски. И даже то размещение, которое Курумычи и Молгачах, мы сразу же подразумевали, что мы можем возить воду с этих скважин в Тольятти. Вот на сегодняшний день, кстати, где больше берут воду? В спальных районах? Или это все-таки вот бизнес-центры? То есть районы такой бизнес-активности? Ну, скажем так, есть спальные районы, которые берут постоянно и ровно. А есть районы, где вода не очень качественная, где, опять же, есть сезонность, так называемая. Летом – это… мы все понимаем, что в выходные все уезжают за город, то, конечно же, это, например, будние дни. Зимой, когда все здесь, это выходные дни, где берут больше. Но в основном, то есть такая, скажем так, средняя, то есть все зависит от того, как берут не спальный район, а именно время года и погода на улице. То есть если жарко? Конечно. Пить хочется? Конечно. Ну что ж, спасибо за интересную содержательную беседу. Надеюсь, увидимся вновь. И я надеюсь, что это будет хороший повод. 400 киосков. Ну и, в принципе, наверное, можно дальше выходить в другие регионы. Потому что почему не поставлять самарскую воду в другие регионы, либо не добывать ее там? Спасибо. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии был Константин Швайкин, директор группы компаний «Родниковый источник». Пейте хорошую воду и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова